что понимаете помогать неправильное слово с момента когда он начал но начало что-то понимать она уже должно помогать оно должно помогать они ну участвовать во взрослении возмужа ней но обязательно во первых а что значит помогать не помогать брать на себе ответственность брать на себя ответственность вот пока мелкий брат или ты должен так должна там тапочки складывать в ряд или мусор выносить или пусть даже плохо дело хоть как но или там значит сложила куда-то ждали тебя целый день, пока ты там гуляешь, у тебя в ящичке упали ключи от машины, мы никуда уехать не можем, а без тебя мы не можем туда залезть. То есть даже понимаете, что вот это уважение к чему-то, какой-то... Он уже должен помогать. Значит, он не определился вообще. Да, конечно. Ну как, что значит не определился? Ну, вот ровно с этого момента, когда он в состоянии позаботиться о себе сам, начинается взросление. Только начинается. А взрослым он становится тогда, когда он может уже позаботиться о других людях. Ну, то есть в первую очередь о родителях и так далее. А он собирается там жениться, а он еще вообще никто и никак. Творческий и счастливый. Ну, а что? Творческий. Да, ну, да. Ну, пусть до 30, 40, 50. Это ваше дело. Можете оставаться ребенком всю жизнь. А так с 12 лет на Руси. Вот уже в лес отводили в 12 лет. Хоть князя, там, хоть грини. Все. И он весной отвели, следующей весной забрали. Без ничего. С топором или с ножом. Он должен был там все обустроиться и так далее. Ну, это другие условия. Но чем дольше вы его лишаете, понимаете, вот, например, материнский инстинкт, да, он придуман, то есть он существует до тех... до того момента, пока женщина кормит чадо грудью. Материнский инстинкт на уровне физиологии. Дальше он придуман. Отцовского вообще не существует инстинкта. И для отца важнее не то, что это его кровь, а важнее, что это его дело. Что это его мировоззрение. Что это его друг-партнер. Что это его... Поэтому, если мужчина любит женщину, он любит и детей, неважно, от него они или нет. И, например, мы уже говорили с вами, что дети принадлежат женщине. Кстати, на женских тренингах я говорю, вы согласны со мной, девушки, что дети принадлежат женщине? Я говорю, да, конечно. Я говорю, единогласно, единогласно. Тогда второй вопрос. Кому принадлежит ваш муж? Маме, конечно. Маме, дорогая моя. Когда начинают там, а что ты, мама тут? Я вот тут у тебя теперь жена, там туда-сюда. И так же тогда и те дети, которые будут и так далее. Понимаете? Поэтому не бывает, что здесь вот так, а там вот так. Ну, это мы говорим, как оно по-правильному, по-природному. А уж как там по-социальному складывается по-разному и обычно бывает по-всякому. Но вот это естественное, потому что очень много противоестественного. Это не значит, что мы должны там как-то прям совсем естественно в смысле без всяких удобств. А имеется в виду, подумали, естественно это или неестественно. Ну, и сразу становится это понятно. Многие вещи, связанные в том числе, в том числе там, не знаю, с едой или со здоровьем. Ну, вот любой вопрос. Возникает первое, естественно или противоестественно? Это не значит, что ты только естеству подчиняешься. Вот. Второй вопрос, ну, касательно меня. То есть не вообще, как все считают, а вот я как считаю. И почему? Потому что даже каноны ли красоты и здоровья совсем не одно и то же. И почему-то вот, значит, женщины должны быть там, значит, холерными какими-то, тощими, и мучить себя, и всячески. На Руси холерные как бы назывались, и всякие разные. А вот прям баба-баба, ну, как Боцман у нас говорил, женщина без пуза, что боржа без груза. Да. Вот. Ну, и так далее. И они же тоже формируются кем-то. Раз. Второе. Самооценка. Потому что я почти не встречал женщине, которая нравится себе во всем. В зеркало вообще стараются с утра или голышом вообще на себя не смотреть. Кто им это внушил, вообще непонятно. Вообще непонятно. Ну, 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 второй такой нет на свете. Ну, нет же такой второй на свете. Поэтому, что значит, красивое или некрасивое? Что, с кем сравнивать-то и по какой причине? Я говорю, ну, полюби хотя бы там, не знаю, левый сосочек или правую родинку. Хочешь что-нибудь скажи, у меня идеальное, лучшее на свете, такого больше нет. И сообщи об этом мужчине и так далее. Вот, вот это вот, полненькая хочет стать худенькой, худенькая полненькая, блондинка брюнетка, брюнетка шатенка. Значит, это, то есть, это что? Это суицидная история. То есть, меня не устраивает все. Мой рост, мой цвет волос, цвет кожи, там, ну, и так далее. Мой там вес, мой, ну, все, что можно перечить, все не устраивает. А, ну, ты миру все время декларируешь. Я тут вообще, никто, никакая, ни к чему и не удалась. И вот эта внутренняя красота и внутренняя уверенность, вот эта бабскость, она называлась, она считывается, в том числе, окружающими, мужиками. Говорят, почему она вроде какая-то, мне взорвать все за ней, тут чем там намазано. А красивые вроде бы, а никакого интереса. Это вот тоже, ну, почему? Ну, это тема женских тренингов, она как бы длинная. И я-то там, казалось бы, женский тренинг, а я мужик буду бабам рассказывать вообще, как им, что? Это странно же. Поэтому я рассказываю про мужиков и про традицию, и про там физиологию, и про разные всякое, а не то, что я там рассказываю, как им, да, что им делать и как, вопрос у тебя есть. Я немного вернусь вроде бы как кастам. Дело в том, то есть, то есть, человек принадлежал к какой-то касте. Передавалось ли на руси? Принадлежность к касте по наследству. Да? Да. То есть, человек был обречен? Не обречен, а возвеличен таким образом. Не было касты ниже или выше. Раз. Второе. Если ты кшатри, воин, садись, пожалуйста, да, то у тебя другая еда, другая подготовка, другие морально-нравственные принципы. Здесь не убей, а здесь чем больше убьешь, тем ты круче. Ну, например, да, и так далее. Если другая система воспитания, а на протяжении многих поколений, даже твое тело сформировано, понимаешь, под этот вид деятельности. Или ты хранишь тайные секреты, твой род, да, какого-то ремесла, и передаешь его только из рода в род. И только ты востребован, и богат в результате, и так далее. Вот ты бросил горшки, пошел, значит, там воевать, воин из тебя никакой. А если ты воин, и пойдешь горшки лепить, ну, понимаешь, у тебя там ничего не выйдет. Поэтому, при условии, что какая-то каста выше или ниже, правомерно слово обреченность. Но такого не было на Руси, чтобы эта каста выше, а эта каста ниже. Свидетельством, выше или ниже, являлось только квалификация и мастерство. В наше время, больше, чем когда-либо, я все время декларирую на мужских историях, о том, что быть вне элиты мастеров сегодня преступно, ты должен быть мастером своего дела. Потому что сейчас есть любая литература, любые преподаватели, любые возможности, в любой точке мира ты можешь оказаться. Выбери, кем ты хочешь быть, зачем, как и почему, уделяя этому в день 3-4 часа, а ты не можешь спать, ты же это выбрал, это такое дело. И ты за кратчайший период времени прочитаешь, послушаешь, приедешь сначала под мастерием, потом к самым выдающимся специалистам или мастерам, скажешь, готов мыть полы, стирать трусы, нигде не нашел ответа на такой-то вопрос, знаю, что только вы лучший сам, и можно. Он скажет, можно, и через какое-то время ты лучший. И тебе будут рекомендовать точно такая история, ровно такая же история. Да знаете, некоторые приезжают, послушав это, говорят, я приехал мыть полы, стирать трусы, учите меня. Я говорю, чему, дорогой? Чему? Вот я тебя должен поселить, кормить, поить, а потом что, в определенное время бери тетрадку, садись, записывай, что ли? Чему я тебя учу? Ну как вы? Я говорю, пойдем коней чистить. Теперь пойдем на станке работать, резьбу делать. Теперь пойдем, ну и так далее. Не, ну я учу, а чему ты учиться приехал? Если ты в русской школе, вот ты все прочитал книжки? Могу я тебе экзамен устроить? Нет. Ну я говорю, ну а что ты приехал? Ты еще не выучил это, а приехал за... И так далее. А по русскому языку вы знакомы с творчеством Сергея Трофимовича Алексеева? Конечно, мы друзья с ним. Конечно, знакомы. То есть это художественный вымысел? Художественный вымысел. Ну, хороший. Вообще художественный вымысел, он же тоже эволюционер, он продвигает. Ну, я последние там все работы не знаю, вот там Валькин, первые его работы, ну да, сколько людей стало интересоваться традицией, а еще вот эти правила. Он придумал все, а сейчас эти правила в каждом городе, и специалисты по этим правилам там и так далее. Ну, если они закрыты, то я про них не знаю. Ну, я, наверное, наш твой член. А, нет, я членом ничего не становлюсь много лет. Когда мне говорят, давайте объединяться, я говорю, надо разъединяться уже. Что объединяться? Мы объединены историей, страной, языком. Ну, что объединяться? А какая-то система идеи, центральный апеллион, может объединить, стать популярным? Да, может. Сейчас все ищут национальную идею. Но ее нельзя придумать, ее надо обнаружить. Обнаружить национальную идею нашей нации можно только после того, как ты говоришь, в нашей семье, или лично я, являясь русским человеком, вот что я приемлю, вот что я не приемлю. И с этим согласны все. То есть есть вещи, с которыми согласны, не согласны, спорны, а есть вещи, с которыми согласны все. Понимаете, да? И это один из кодов. Когда ты собираешь все эти коды и говоришь, вот смотрите, например, русский человек, нет такого словочитания, японский человек, итальянский человек, французский человек. Есть француз, итальянец, немец, американец и русский человек. Это что такое вообще? Почему, например, в русских народных сказках представители Навьева, кощного, потустороннего мира, ну там, Баба Ига, например, говорят, русским духом пахнет? Не потому, что это русские сказки. Русским духом пахнет, ну что, портянками, чесноком, самогоном, что русским духом пахнет? Пахнет живым человеком. В потустороннем, загробном, кощном мире пахнет живым человеком. Русским духом пахнет. То есть русский человек – живой человек. А что, может быть, не живой? А все русские сказки как начинаются? Жил-был, жил-был дед, жила-бала-бала. Потому что можно жить, но не быть, а можно быть, но не жить. А если жил и был, то ты русский человек. А русский человек отличается как автор от производителя и потребителя. Ну и дальше, и дальше. Если ты понимаешь, какая ответственность за этим стоит, а не просто я русский, при этом ты и не автор, и не понимаешь, да? Поэтому вот в этом национальная-то идея. Если ее должным образом манифестировать, декларировать, выписать ее, с чем все согласны однозначно. Что такое справедливость, совесть? На других языках слова такого нет. Участка мозга такого нет. Или по закону, или не по закону, это понятно. Или, значит, правильно, ну потому что так говорят, или нужно в этой фирме, или не правильно. А что значит по справедливости? Я не понимаю. Или по совести. Я на плюх хочу спросить. Как вы относитесь к слову блин? Вот это ругательство, постоянные семьи сейчас и так далее, это дети, и это уже стало нормально. Можно я повторю в 131 раз? Все зависит от того, какое значение вы туда вкладываете. Потому что блин это... Этимизм слову блять. Это вы так считаете. А кто-то считает, что блин, это как на комоедицу, это солнце. Это, например, одно. Раз. Теперь... Ну, нет, 12 значений у этого есть. Это какое вам греет. Теперь, если вы про то слово, про которое произнесли. Значит, это слово, помимо того, что вот я сказал блять, это юбка колокола, да? Например, черным по белому. Раньше писали без... Вот если старинные книги возьмете, то прям там целые абзацы без пробелов. Сплошняком, сплошняком, сплошняком. Видели? А пробел назывался блять. Потому что это белое. Ну, черное-черное, потом опять белое блять и так далее. То есть, это как бы запятая абзац. И когда вы говорите, я пошел, это слово, я пошел и тут смотрю, это запятая. Ну, понимаете, да? Это если там никакое другое слово, а только это, это... То есть, опять, знак припинания, как запятая. Это вот вам как бы другой вариант. Вот. То же самое так же называлось это на небе, когда все проблемы... Проблемы это тучи на русском языке. Когда им все затянуто, и есть там проблеск. Он тоже так же назывался. Вот. Еще он назывался голубь. Почему? Потому что сквозь этот кусочек видно голубое небо. Да? Все затянуто, и кусочек голубого неба. Это называется голубь. И когда говорили, голубь ты мой или голубка ты моя, это не про пернатых. Это про вот этот вот кусочек голубого неба в темном, затянутом тучами там и так далее. Голубь ты мой. И когда стали писать иконы, то тоже такие тучи-тучи. Потом, значит, такой луч света падает, и голубок сверху нарисован. Вот это имелось в виду, что это вот в том смысле голубь, что это кусочек чистого неба. Чистое небо называлось Анастасия по-русски. А если оно затянуто, это Настя, то не Настя. Не Настя. А Настя ж, это вот открытое небо, открытые окна, открытые двери. Поэтому Настя или Анастасия, это вот чистое голубое небо. Если оно затянуто, и там только вот этот голубь, да, и луч, то луч света, который с него падает, назывался Катерина. Помните Катерина, луч света в темном царстве? Да, вот это луч называется, Катерина. Место, которое он освещает этот луч, называется Елизавета. Поэтому Елизавета, это вот освещенное этим божественным лучом место. А земля, согретая этим лучом, называется Мария. Поэтому Мария, это согретая теплом сердец, трудом, кровью и потом земля, это Богородица. Поэтому Мария, это Богородица, потому что это согретая земля. А пояс Богородицы, это пахотные земли, обихоженные земли, а не тряпочка какая-нибудь на женщине. Так же, как пояс Богородицы в Латинской Америке, там кукурузы, ой, пояс кукурузы, а не пояс Богородицы. И так далее. Потому что Дева Мария, Мария, это земля согрета этим, да, она же Родина, вот, она же Богородица, она рожает по образу и подобию. А Христос, он же Хорс, он же Гор, он же 18 раз. Вот, это Солнце. И изображалось ровно так. И потом постепенно Христос, это как бы... Причем, ну, например, ну, раз мы в эту тему, там, ну, скажем, такой пример вам, Библия. Библия назывался любой рукописный текст. А собрание рукописных текстов называется библиотека. Мы все знаем слово библиотека и знаем слово библия. Но что-то там никак у себя не вкладывается. А библиотекарши, это тот, кто выдает эти книжки. А библиография, это список использованной литературы. Поэтому откуда ты это знаешь из Библии? Ну, откуда из книжки, из как бы текста, а не из какого-то отдельного? А Библиус, он же листик, потому что книга – это дерево. У него есть листики, листы, есть корешок там и так далее. А дерево – это древо родовое. И поехала, и поехала, и поехала вот эта вся взаимосвязь. Поэтому пантеон богов, те или иные предметы и слова – все оно объединено. И одно рассказывает про другое, другое – третье. И картинка тогда появляется вся полная. Вот это тут, значит, с гербами я занимался. Я хотел создать такой проект, чтобы каждая семья могла себе родовой герб сделать. Ну, правильно, грамотно, потому что надо знать вообще, как это делается. Геральдический отдел администрации президента я пригласил. Там Чечеткин руководитель, уколов главных художников и так далее. Я говорю, давайте про Геральдику я свой герб делаю. Хочу с вами проконсультироваться и вообще про этот проект. Начал разговаривать, вдруг понял, что они нифига про Геральдику не знают. Они говорят, как не знаем, мы же самые крутые, мы все знаем. Я говорю, ну хорошо, а можно тогда простые вопросы? Вот центральная часть герба. Ну, висел здесь товарищи герб просто. Центральная часть герба – это что? Он говорит, ну щит. Помните, да, щит, центральная часть герба? А там гербодержатель, там девиз, там и так далее, дальше. Ну, я говорю, да, правильно вы говорите, центральная часть герба – это щит. А щит – это что такое? Они говорят, ну как щит? Вон щит – это что уж. Ну, я говорю, что, который копия луки, стрелы, мечи? Они говорят, да, я говорю, да вы с ума сошли что-то. Они говорят, а что же это такое? Я говорю, это листик, лист – дерево. Разные формы листы – это разные формы щиты, потому что это разные дерева. Это дуб, каштан, береза, клен и так далее. Щит этот один. Они говорят, да нет, да что, глупость. Я говорю, все, понял. Давайте сначала. Скажите мне, пожалуйста, что общего между словами Геральтика и Гербарий? Вы слышите в слове Гербарий слово Герб? Потому что Гербарий – это собрание гербов. Ну, то есть, как бы разных листиков. Ну, давайте еще проще. Говорю, у вас есть в гаджете русско-английский переводчик? Есть. Я говорю, листик дерева с русского на английский переведите. Щит. Ну, конечно. Потому что щит, листик дерева. И поэтому центральная часть Герба – это как бы лист. Это лист чего? Ветви, древа. Родового древа. А теперь давайте про родовое древо. Теперь давайте про цвета. Вы знаете, что в русской Геральтике черный, красный и золотой – это один и тот же цвет в Геральтике? Как это один и тот же цвет? Я говорю, черный, червонный и червленый. Ну, это в Геральтике. А если в другом, вот как иностранцы говорят, это у вас что? А это у нас черная смородина. А что она красная? А она зеленая? Все, крыша, поехали. Поэтому вот, понимаете, если ты не носитель русского языка, то совсем тебе не очевидно и непонятно все это. Потому что у него много вот этой функциональности, много и так далее. А вот про это теперь про… О, говорю, все, я понял. Почему там два или три, там, животных или птицы? Почему они вверх или вниз? Почему на задних лапах или на четырех? Почему вот это животное на гербе? Ну, потому что раньше эти животные здесь водились. Или раньше мы их ели еще, скажите. Ну, что вы… Это же символ. Это же не значит, что это вот прям кости и мясо, это животное здесь обозначено. То есть геральдика – это символизм. Но для этого нужно понимать, в какое время появились эти символы и что они обозначали. Что они обозначали прежде всего на небе. Каких таких существ, какие такие чертоги. Потому что по кону, да, вот движутся вот эти чертоги вокруг центра. Центра – это же, ну, центр, звезда Спаская. Вокруг нее по кону движутся чертоги. И называется все это как? Дедушка внука зовет на крыльцо, говорит, пойдем концерт смотреть. Концерт, понимаете, да, это по кону вокруг центра, созвездия. О, смотри, Иванушка-то на сером волке поскакал. О, смотри, Снегурочка-то через огонь прыгнула. И в эту ночь впервые на небе созвездие Девы появилось. Потому что она теперь там. Как только там исчезнет, значит, Снегурочка пришла. О, а здесь посмотри, там, и так далее, и так далее. Вот тебе весь концерт там. Потому что там он весь и происходит. И каждая сказка про это рассказывает. Но она рассказывает и про то, что проходит на небе, то, что происходит на земле, то, что происходит с каждым человеком внутри него. Или в определенный период его жизненного цикла. Когда он маленький, когда он старше, больше и так далее. Потому что русские народные сказки, песни, пословицы и поговорки – это религиозные тексты славян. И если ты говоришь «Отче наш Ижи и Синабиси» или там «Алла, бисмиллай, рахман» или «Аум дарит у дарит у Резуэль» или «Жил-был дед, жил-был-был, 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 у них курочка-реба». Ничего нельзя менять местами. Это и есть вот та самая, хотите, мантра, молитва и так далее, которая неизменна. Потому что каждое слово в ней имеет значение. Она рассказывает о полной взаимосвязи человека, космоса, природной среды, растений, животных и так далее. Но для этого нужно еще и понимать, наверное, что биология, зоология и прочие науки были иными на Руси тоже. Например, животные, которые едят мясо, как они называются? Хищники. Но в русской космотике, в отличие от западной космогонии, хищниками назывались животные, которые добывают пищу посредством хищения. Если он ее похищает, он хищник. А если он ее догоняет посредством гона, он лютый. Поэтому волк – это не хищник, это лютый. Ну и что от этого? Ну, что у нас изменилось в связи от этого знания? От этого знания у нас изменилось что? А как, например, охотились русские? Посредством хищения или посредством лютования? Посредством лютования. Они шли по следу и добывали дичь, значит, в ее норе берлоги. Если вы знаете это, то вы знаете, что как люди охотились в прошлом, так они и воевали. И если вы про это знаете, то генералы прошлого вам скажут, не воюйте с русскими, они придут к вам домой. Они придут в вашу берлогу, нору, они придут в Париж, в Берлин, кончат вас там и вернутся домой. Потому что это у них культурных кодов. Они не отожмут вас до границы, а придут и кончат в доме. Вы что затеяли-то? Вся мировая история, ну, история Руси показывает об этом. Потому что пришли, все, в норе кончили и не всегда присоединяли, понимаете, да? Главное его кончить, чтобы он больше не пришел. Так же Змей Горыныч прийти, его там убить надо, в норе, чтобы он сюда не прилетал. И кто угодно. Вот вам культурный код. Значит, это нужно знать, как воевали, это нужно знать, как охотились. Охотились, значит, как называли живот, а живот... и так далее, и так далее. Если ты это понимаешь, картинка понятна. А если ты в разрезе вдруг сказал про это, скажешь, с чего это они вдруг, почему, с какой такой кстати, и так далее. Почему вот эта взаимосвязь русского языка, значение слов и наши представления о мире, космосе, животных, природе и растениях взаимосвязаны? И в нашем теле эти все животные, и все эти растения, и все эти ландшафты. И если есть река, у руки есть узенца, ну, устье, да, или узенца, как и пальцы, одно из названий пальцев. Поэтому узы там, да, на узенец тебе кольцо одевают, семейные узы там, и так далее. Или узник, когда тебе на запястье одевают там, и так далее. Узилище и прочее. Это дельта, да, часть называется. Так же, ну, у руки, например, это рука там, и так далее. У реки это устье, это дельта, еще и дельта, потому что она делится, дельта, ну, что, дельта делится на пять, видите? И дельта делится, речная тоже на устье. И крайние, и граница водоема образует треугольник буква Д, ну, перевернутый. Поэтому дельта и буква Д это обозначает там. То есть, если это алфавит, тело и река. И если у реки это, опять же говорю, это устье, это дельта, это река, то в данном случае это рука. У руки есть рукав, у реки есть рукав. И рука впадает в море, море в океан, ну, и так далее. Ты по телу знаешь, как это происходит, в природе знаешь, как это происходит, на небе, как это взаимосвязано. И поэтому, зная что-то одно, ты сразу узнаешь про второе, третье и четвертое по подобию. По подобию. И вся таблица Менделеева у тебя здесь, если ты понимаешь, что тут у тебя медь, да, это часть тела, а это шлица, подошва называлась, поэтому шлятся, шлепки там и так далее. То это цинк, а цинк это цинковые гробы или цинком посыпь ничего живого не будет. А медь, наоборот, медные браслеты, вы знаете, там и так далее. То есть у тебя что, от цинка до меди или от меди до цинка. И называется все это медицина, потому что у тебя там все составляющие от меди до цинка внутри тебя располагают. И тогда ты знаешь, какую часть тела, каким из минералов, элементов или животных ингредиентов лечить и восстанавливать. Поэтому не надо учиться там чем-то. Когда название растений, это чистотел, это кровосток, это болиголов, пока на латынь не перевели. Если ты знаешь, как они называются, ты знаешь, для чего они, когда и как. Поэтому вот эта взаимосвязь природы, космоса и человека с языком русским, в котором нет случайных слов. Каждое слово содержит в себе ту информацию, которая необходима. Почему русская школа, почему альтернативная история, почему-то. Да? Вопрос в состоянии. Революция, какой-то там смена, то война, то распад. И ну как бы череда идет таких вот событий. И задаешься вопросом, а как обеспечить мирное небо детям над головой, чтобы они выросли, ну, как говорится, в мирном небе. И следующий, второй вопрос, какие, грубо говоря, в себе внутри сформировать кона, основы, либо правила, чтобы принять этот обмен спокоен, как бы чувствовать внутренний штиф и спокойствие вот во все эти переходные... Да, я услышал, да, спасибо. Я услышал. А вспомните такое, а ты мятежно ищешь бури, как будто в буре есть покой. А там, где вода стоит, она превращается в болото. Тоже про это, знаешь, да, в природной среде. И что вот ты ребенок, потом вот ты подросток, потом ты мужчина, потом ты глава семейства и так далее. Это разные черты, свойства и характеристики. Потом, если враги пришли, а ты умиротворенный весь там и так далее, и так далее, то они тебя поработили или убили, и тебя не стало. А поскольку ночь побеждает день, день побеждает ночь, зима побеждает лето, лето побеждает зиму и так далее, и так далее, то вот эта вот борьба, она как бы извечная. Поэтому за правду надо стоять, за справедливость надо стоять, за мораль надо стоять, за мирозрение надо стоять, за свою землю надо стоять, за своих родных и близких надо стоять и так далее. И ничто так не развивает даже в цивилизационном плане науки как война. Медицина благодаря войне, новые самые современные технологии сначала становятся военными, потом гражданскими и так далее. Это не воспевание войны, это факт, который невозможно не видеть. Или до основания затем, чтобы построить что-то новое, надо избавиться от чего-то старого. Пусть это в каких-то параметрах будет хуже, но оно будет другим. Если мы рассматриваем это в процессе эволюции общечеловеческой, эволюция налицо. Если в плане личной жизни, то смерти, тревоги, хлопоты и проблемы ничего хорошего как бы не приводят. Теперь, есть же еще и масштабирование в других ипостасях, я бы сказал. И если мы бессмертные, то это вообще ни о чем, понимаешь, да? Как бы, ну и ладно, родишься потом, да, да, и так далее. Земли не станет, ну другую слепим, создадим, в других формах существовать будем. Это не значит, что надо вот это рассказывать, или вот это, или вот это. Для этого мы и ограничены в наборе разного рода информации. Теперь, на войне, вот вы сейчас увидели, даже в тех масштабах, которые происходят, как мир проявляет себя. То есть это было под других-то способом, никак, понимаешь, да? Чтобы все проявили и показали, кто они есть вообще, на что они способны, к чему они готовы, за что они бьются, насколько это соответствует нашим представлениям или их представлениям, и так далее, и так далее. При этом есть возможность вам или вашим детям не участвовать? Есть. Хотите в Камбоджу, хотите в Таиланд, хотите в Англию, хотите в лес, хотите... Ну, сто способов есть, понимаете, да? То есть всегда можно собственную жизнь, судьбу, и включая там своих детей и близких, сформировать по своему представлению. Вот Салтыков-Щедринский пескарь, помните, 200 лет прожил, в норе просидел, зато 200 лет прожил. А нос высунул, его щука съела. Это же не просто так сказочка-то, да? То есть вопрос, а кто-то прожил мало, но сгорел, как метеорит, и там изменил историю человечества или своей страны, или судеб своих ближайших. Все время есть вот эти маркеры, среди которых тебе необходимо выбирать. Вот в русской традиции, например, вот отпели человека, то есть когда он уходил на войну, его отпевали. Вот, когда он возвращался живым, ему давали новое имя, потому что с ним уже прощались. Если есть специальные песни, вот черный ворон там и так далее, и так далее, это вот песни, которые мужские военные пели перед тем, как уходили на войну. И вот, предположим, превозвращается с войны юноша на левом берегу или на правом. И на левом он говорит, начался бой там, я за камешек спрятался, всех убили, я отлежался, ночью ушел, и вот вернулся живой и здоровый. И на левом берегу скажут, ой, какой ты молодец, правильно, замечательно, как и хорошо. На русском берегу, если он такое расскажет, ему скажут, лучше бы ты сдох, зараза. Ты весь рот опозорил, твои друзья пали там, а ты, значит, за камешком отлежался. И левый берег никогда не поймет правый, а правый никогда не поймет левый. Поэтому, кого ты воспитываешь, тебе тоже решают. Скажешь, если что, ты там за камешек. Или, если что, ты скажешь, там, значит, за пацанов или, ну, и так далее. Вот тоже выбор, понимаешь, какая история. И поэтому выбор не приходится делать, когда ты живешь в традиции. Когда традиция, не надо думать, как там у Владимира Семеновича, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые и грустные, вернемся по домам, невеста белокура, и награды будут нам. Понимаешь, вот так, вот традиция, она вот так. Или ты вообще изгой, или ты выродок, или ты урод. Или ты герой, и на тебя будут равняться, твоим именем будут называть внуков, и так далее, и так далее. Поэтому это всегда такой вопрос. Но если ты считаешь, что это неправедно, я не участвую. Если считаешь праведно, я участвую. Но это сложнее. Тогда уже обычно бывает по-всякому, даже в семье, уже чуть ли не в стране. Но в каких-то вещах мужчина, вот что ему должно. Женщина, вот что ей должно. Дети, вот что им должно. Отечество, вот что ему должно. Этим отличается традиция, где все прописано. И инициации, вот там тоже спрашивали, например, там в 12 лет. Это не только тебя отправили в лес, там, юношу, и ты должен год прожить. С тебя там снимают перед этим жрецы бабью оболонь, там, обряд. Ну, как бы невидимую такую, когда мамы, бабушки, тетушки, там, заласкали, зацеловали и так далее. Это бабья оболонь называется. Ну, чтобы оголить такую мужскую сущность. Но это не значит, что он стал каким-то там страшным, злым, там, и так далее. Вот. И тоже про это. Вот почему нельзя менять ни одного слова в сказке, в той же. Ну, например, там, не знаю, там, на добра коня садясь, там, да. Добер конь – это боевой конь. Так же, как доберман, там, боевая собака. Говорят, на добра коня. Сейчас сказки пишут, чтобы детям понятнее было, сел он на доброго коня. Я говорю, да вы с ума сошли? На доброго, на толстого и ласкового, что ли? Он должен сесть на худого и злого, на добера, понимаешь? Поэтому на добра коня, а не на доброго коня. Ну, и так далее. Опять же, ты к шатре или ремесленник, к жрец или нет. Если ты ремесленник, тебя никто не отпустит на войну. Потому что ты должен мечи делать, кольчуги ткать. Понимаешь? А ты сейчас пойдешь делать то, что не умеешь, а то, что умеешь лучше всех, ни один воин не может сделать. И так далее, и так далее. Поэтому вот, ну, тогда, вот это каста, это род, это традиции, это культурные коды, это все. Нам с вами сейчас гораздо сложнее, потому что всего навалено, и мы движимы каждый раз разными мотивами и разными представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Плохо, Петр. Плохо, Петр. Что плохо? Что ты с моей женой спишь? Да вас, Сидоровых, не поймешь. Жена говорит хорошо, а ты говоришь плохо. Вот у нас, понимаешь? И вот, да, да. Вопрос такой. А вот если у нас ремесло передается только по руку... Так было. Такой режим... Так было. Ну да, если так было. Если они так передаются. Не помешает ли это появлению принципиально новых и объективно и очевидно важных для человечества ремесел? Аплодирую. Значит, мы с вами, будучи авторами, должны придумать... Нам должно. Вообще не употребляйте слово «должны». Я должен. Мне должно. Это вот вам, а там как придется. А когда должен, то это всем, но тут не себе. Вот. Нам должно с вами, как авторам, придумать новые профессии. Прям придумать новые профессии, которые некоторые синергетически. Часть отсюда, часть отсюда. Вот такая профессия. В связи с развитием технологий или чего-то, вот такая. В связи с потерей каких-то качеств. Там, семейный психолог, например, очень нужен. Но только не... Вы хотите об этом поговорить, я вас слушаю. Тот наговорил, все, ну идите там, заплатите в кассу. Вот. То есть появляются какие-то... Воспитатель там, да? Очень востребованный учитель. Лекарь там, целитель там, например. Потому что доктор и врач это тоже разные. Один диагноз ставит, другой лечит. Ну так было. Ну и так далее. То есть новые какие-то профессии. Нам что? Нам нужно возвращаться к собственным кодам, к культурным ценностям. У нас нет национальной одежды. Это не какие-то вышиванки там и хрен знает что, да? Ну с использованием неких культурных кодов. Ну не галстук так просто однозначно. Это удавка масонская. Кусок цветной материи удушающий на шее висит. А? На руке. Да. Долго рассказывали. Я, собственно говоря, по этому поводу задавал вопрос. Конопля из конопли делали у нас. Ну да. Ну у нас ты произнес конопля. Понятно, да? Почему? Ну понятно же почему. Вот так же, как со свастикой. А вы знаете, это же свастика древнеславянская. Все. Ее Гитлер там. Ну если под ней умирали там мои деды, я тут со свастиками пришли, когда я славянский Кремль строил, я их лопатой там. Понимаешь? Я говорю, вы мне будете рассказывать, откуда взялась свастика, я лучше вас знаю. Но когда она приобрела другие значения, а вы продолжаете языковать и свастику сюда наносить, вы дискредитируете вообще всю традицию. Потому что появились некоторые уроды, там и в 41-м, и сейчас на Украине, которые делают из традиции не весь что. И уже там на всяких ток-шоу начинают говорить, что надо тут вообще крест на этом поставить. Понимаешь? Потому что там какие-то уроды, видишь, как ее позиционируют. Вот. Поэтому вот такая вот история. В связи с этим. Ой, хороший вопрос. Если вы в них вкладываете, то серьезность она будет работать. Вот правда. Понимаете? Если вы вкладываете, ну в какие-то, да. Вот у меня, например, там какой-нибудь, не знаю, родовой герб у меня. Вот там в ВВС у нас цифры. Ну потому что мои деды ВВС там, я ВВС там, брат там, внуки мои там и так далее, и так далее. Вот. Ну вот как бы оно на гербе. Да? И поэтому я даю имена своим внукам, как дед. Ну я это учитываю. Это имеет значение? Ну, ну, как бы традицию это продлевает там и так далее. Потом, если мама там что-то... Мне бабушка в детстве повесила что-то на шее. Я говорю, что это? Она говорит, да ничего, внучок, не снимай. Я так и не знал, что это. И не снимал. Ну и когда она уже там, я ее в перстень, ну в другой перстень как бы отдал мне. Я ношу там. Я не особо понимаю, да что это. Но оно мне вот как-то когда с этим... Или вот там с когтем, это длинная история. У меня дедушка, значит... Словом, охотник был, ушел в лес зимой. И собака прибежала, окровавленная вся там в село. Выло-выло, опять в лес, сюда-сюда. Ну мужики пошли. Пошли и нашли его в обнимку с медведем. Короче, медведь его поломал, а он его ножом упредил там. И они уже смерзлись. Лед, их разделить не могли и положили на сани вместе. И так привезли. В баню там, значит, разморозили, но он живой. Вот. Знахарь там выхаживал, ухаживал, но дед обезножил. То есть все, двигаться ходить не может. И он попросил бабушку дать ему нож и чурки, чтобы ложек нарезать. Ну мол, негожи мужику там сырым бревном валяться. И ночью на этот нож навалился. Ну, чтобы ослабонить бабку, убил себя. Чтобы освободить от забот о себе. И вот я это узнал, конечно же, уже очень серьезно. Ну, когда в колыбели, бабушка меня качала, там этот ноготь висел, коготь. Там три медведя, помните, такие были коврики. И этот коготь висел от этого медведя. Ну, она мне все бы давай спи-спи, медведи уже есть хотят. Все, уйти, пока ты не уснешь, они будут сидеть здесь на картинке. Я все хотел подглядеть, как они уходят там, не понедленно. А про коготь я узнал уже гораздо все позже. И я его в самые опасные рискованные экспедиции брал, одевал на себя вот этот дедов коготь. И когда у меня была история с уичолями, самая магическая культура в Мексике, вот это все, то верховный маг уичоли до Наполония Карелия, когда я просился с ними в паломничество, в пустыню Верикуту, а они там разговаривают с богами, все, он говорит, я сам не могу принять такое решение, я буду разговаривать ночью с богами, но пока ни один иноземец с нами туда не ходил, боги не позволяли, дай мне какой-нибудь предмет, и как бы я буду с богами говорить. И я ему снял этот коготь, дал. Утром жду, нету-нету, я уже переживаю, за коготь бы они не за это оставили. И он приходит, да, и говорит, да, я разговариваю с богами, ты идешь с нами. Это удивительно для меня и непривычно для всех остальных, но ты идешь с нами. Вот. На, возвращает мне этот коготь, поворачивается, уходит, потом остановился и говорит, а, да, забыл сказать, твой дед гордится тобой. А я же ничего не рассказываю. Вот я рассказываю, слезы наворачиваю, и вот там верь-не верь, что называется. Вот. Поэтому вот что вкладываем туда, то и работает оберег. И вообще, моемся ли мы, да, вот эта женская магия, это вообще удивительная вещь. Вот, например, моете посуду или пыль вытираете, вытираете там болезни. Вот я сейчас вытираю это, а сейчас я смываю вот что. А сейчас я вот там, не знаю, свитер вяжу, вот волос упал, а я его в плиту, чтобы с ним ничего не случилось или чтобы бабы там на него не смывали. Не знаю. Ну, когда вы вкладываете чувства, эмоции и какое-то действие, да, некоторые говорят, мы так полюбили, блин, стирать, мыть посуду и убираться в доме. Ну, потому что магия, началась магия сразу, да. Вот, собственно, вот такая история. Ну, она касается вот этой обережной темы. Она может быть и обережная, и там по реализации чего-либо. Потому что, когда ты чего-то хочешь очень, ну, тоже и ты предмет этот делаешь, и говоришь это туда, и чувствуешь это, и всякое разное. И поэтому это начинает работать. Уж предмет это работает или ты посредством того, что предмет у тебя, это вопрос, но работает. Ну, работает. Вот такая вот штука. А когда просто нам что-то продают, говорят, это от того, это от сего. Ну, если веришь и начнешь там целовать, согревать, ладонями с собой носить, да, заработает. А если вот... Вряд ли. Да. Мы говорили про отечество и про угрозу, да, национальному, допустим, какому состоянию. Да. Например, язык. Да. Как вы считаете, вот то, что мы в московских дворах слышим очень много иноземной речи, на большей ситуации, это не угроза отечественная? Это угроза, вы знаете, может быть, носители вот этого сленга, они вовсе не представители отечества, и слава богу, что они не марают... Нет, я понимаю, что наши люди и так далее. То есть там, ну, как бы тотально. Или ты участвуешь в трансформации или сохранении. Почему есть хранители, есть учителя, есть там и так далее, и так далее. Поэтому в трансцендентном плане, касаемом отечества, если этот человек не понимает, что такое отечество, не любит ему, не служит, не контролирует, он к нему не имеет никакого отношения. Он может быть гражданином, потому что, например, ну, флаг есть у родины и отечества? Нет, флаг есть у государства. Поэтому он там... Государство, да, а это, да, это... Вот что называется... А если ты, ну, начал контролировать там и язык, и свои чувства, и свои мысли, и свое поведение, ты становишься частью этого отечества. И тогда, конечно же, от тебя начинает зависеть эта история. Поэтому там их приводить в чувства и говорить, что ж ты тут отечество, он к отечеству никакого отношения не имеет. Он имеет отношения к государству. Или имеет отношения там к родине, но не имеет к отечеству. Поэтому там за службу отечеству, как это создавались, потому что там за отвагу, за службу отечеству, за ратный труд, это все разные. Сейчас уже они все это перепутали, да, а вообще это очень отделялось, что вот здесь ты да, а здесь ты нет, а здесь ты нет, а здесь ты да. Там здесь за оборону или за нападение коллективный подвиг, там, или индивидуальный, там, значит, в мирное время или военный, все это имело значение. Вот, поэтому сердце рвать по этому поводу как бы не стоит. А веды, величество? Что? Вот это что? Стоит их изучать вообще? Я вообще по поводу чего угодно бы не сказал, стоит или не стоит. Это вам решать. Ну, как я могу сказать, стоит или не стоит? Ну, как минимум любопытствуйте, почитайте, поймете, ну, хорошо. Ну, я не думаю, что большую часть... Можно Рамая, ну, там, ну, это все тоже веды. Веды вообще это знания. Вообще наши дети в рюкзаках и портфелях носят веды. По русскому языку, по арифметике, по геометрии, по исту, это все веды. Веды это не отдельно, так же, как Библия, я вам говорил, да, это любая книжка, в принципе, любой рукописный текст, а веды это любой учебник. А не какая-то отдельная книжка, как Коран там или как Библия. Но вот по аналогии начинают, раз там есть Коран, а там есть Библия, у нас будут веды. И это какая-то специальная книжка отдельная, в которой прям написан какой-то свод там поведенческий или там закона. Нет, не так. Поэтому это веды-веды. Но это не значит, что это единственный, понимаете, как бы источник, который в разное время написан, кем переписан, когда, для кого вообще это написано. То есть вот такую поправочку нужно. Я вообще за то, чтобы не фанатеть ни про что, а ко всему ложиться. Вот на престоле сознания пусть положится мое, не ложится не мое. Может быть, пока не мое. Может быть, уже не мое. Каких авторов вы рекомендуете, какие считаете правильно, то же самое. Вот в разном возрасте, даже начиная мировую классику, а что посоветуете почитать? Я говорю, ну для начала мировую классику все. А там дальше поймете, что интересно, что нет. А то я две прочел книжки, какую еще мне прочитать. Ну о чем вообще разговор? Вот. Вот вы дальше, вот даже увидите, друзья, мы уже сейчас, вы будете задавать вопросы, понимать, ну что, некорректный вопрос. Ну себе даже, или другому человеку. Или другой человек будет задавать, вы будете понимать, что некорректный. Потому что вы, ну вы, ты про что вообще, как бы? Вот сейчас задавает вопрос, вы тоже на него знали ответ, в принципе. То есть, веды вам интересны, но есть сомнения, что это вот... В Библии было интересной? Да. Ну не зашло. Опять же, понимаете, с Библией такая история интересная. Нужно понять, кто писал, кому писал, когда писал. Тогда совершенно другая. Даже если переписанной. Кто переписывал, опять, для кого переписывал и почему. И опять интересная. Но там же тоже есть, вот как бы язык символов и метафор. Вот, например, ну какой-нибудь Каин и Авель. Каин и Авель в ином прочтении символичном – это труд и отдых. И когда труд убил, отдых, вот что произошло. А в третьем, там третий ключ, так семь ключей есть. А кто-то воспринимает это в первичном. И вот я ездил сейчас в Сирию, пришел на могилу, значит, Авеля. И вот послушал их историю. Вот это дерево, где ворон сидел, где впервые, значит, он убил, закопал брата. Могила его отсюда до той стенки. Они же великаны были там и так далее. Это первое убийство на земле. То есть есть вот религиозная история, есть артефакты, которые вокруг этого пляшут. Есть язык символов там. И как это бьется с другими религиозными парадигмами. Это все интересно. Причем, когда религиозные парадигмы тоже создавались, предполагалось храмовниками, что, например, христианство будет отвечать за душу. Оно все о душе. Тело это тленно, там, ударили по правой, подставь левую, там, значит, это, ну, всякий раз. Дух там, какой дух, ну, подставь левую, да, усмири, там и прочее. Там главное душа. В исламе главное дух. А в буддизме главное божественное тело. Поэтому там все это йоги, мандалы, мантры, там, дыхание, там, медитация и прочее. Дух, душа и божественное тело. Ну, блин, и там осталось божественное тело, но ни духа, ни души. Там душа, но ни духа, ни тело. Там тело, ну, растащили на три части. На самом деле, что? Да все важно. Дух, душа и тело. А чем отличается, например, дух от души? Сегодня тоже немного, мало кто понимает. Ну, в разных традициях про это разным образом, разным образом истолковывается. Там вот та же самая, там, монада вот эта бессмертная, да, как бы душа. А дух – это характеристики совокупности души и тела. Ну, то есть, это воля, характер там и так далее. Ну, это вот прям совсем, если общу, ну, есть разные трактовки, такой справочник стремящийся, где каждый, ну, условно, нет такого справочника, где каждый термин объясняется разными, как каждый термин или каждое слово объясняется разными религиями. Это очень интересно. И там разночтение такое. Ну, я пытался, потом понял, что смысла нет, потому что, ну, запутается вообще человек. Здесь он одно, здесь другое, здесь третье. Он тогда должен определиться, в какой парадигме он, да, или он чисто там, ну, смотрите, христианство, да, а там есть католики, губеноты, лютерани, там, значит, эти протестанты, там, да, православные и так далее, и так далее. Если вы возьмете какой-нибудь ислам, там будут суниты, шииты, там, мистический ислам, там прочее. Возьмете буддизм, там, хинаяна, махаяна, дзен буддизм, там, да, и они друг от друга отстраиваются. И иногда так отстраиваются, что уже становятся ближе к какой-нибудь другой религии, чем к базовой своей. А в индуизме, там, количество богов превышает количество индусов вообще. И так далее. И поэтому, вот, а вы где? Вы как, знаете, ты берега попутал вообще. Ну, ты или на правом берегу, или на левом. Ты, как бы, в этой традиции, или в той. Ты в этой культуре, или религии. Вообще, культура, что такое? Культура – это система табу и ограничений. Когда я говорю, культура – это, вот, там, музей, живопись, или, там, вот, как ты одет, или, там, вот, сколько ножей и вилок на столе, там, и так далее. Вот, сколько ножей и вилок – это этикет. Как ты одет – это мода, или, там, значит, фейс-контроль, там, как угодно. Если, там, картины, кино, театр – это искусство. Это к культуре не имеет отношения, изначально. Культура – это система табу и ограничений. Наши родители, тем, кто постарше, говорили, как ты сидишь, или как ты себя ведешь, или как ты ешь, некультурно. Вот так нельзя. Вот так нельзя со старшими, так нельзя с мамой, так нельзя это, так нельзя. Вот это и есть культура – система табу и ограничений. И в разных традициях, парадигмах, там, религиях есть те или иные табу. И если бы мы жили в культурных кодах, в парадигмах, в нашей традиции, например, на нашей территории, то не возникало бы вопроса, ну, можно, там, танцевать в храме или нельзя, можно фотографии голых детей на выставке вешать или нельзя, можно, ну, вопросов бы не возникало. А когда намешали тут сюда, эти говорят, можно, эти говорят, это хорошо, эти говорят, это плохо, эти говорят, за это надо все сжечь, убить, ну, вот, это отсутствие традиции, отсутствие культуры. Когда говорят, нет, это культура, это отсутствие культуры, потому что культура, система табу и ограничений. Там у себя, ребята, ходите, вешайте там. И вот у нас сейчас самый большой праздник в эти дни – это вот алые паруса, а у них там сейчас вот это голые, голые, ну, тысячи голые на велосипедах едут марш, мужики и бабы по всей Европе. Ну, в хорошем смысле слова или в плохом. У меня сосед говорит такой, в хорошем. Славянская традиция, допустим, какие различия между душой и духом? Ну, большие. Дух – это душа. Дух – это дух, а душа – это душа. Ну, такие же, как между Сварогом, Велесом и Перуном. Такие же, как между Явью, Навью и Правью. Такие же, как между Любовью, Равнодушием и Ненавистью. Такие же, как… Ну, понимаете, да, вот все взаимосвязано с этим. Поэтому, чтобы пример привести, надо пример этот, а у этого примера этот, а у этого этот. Тогда вы понимаете вот этот вот срез вообще в принципе, что за что отвечает. Там, например, Велес отвечает за всю природу, за ее трансформацию, преобразование, природные силы и все, и так далее. Перун за дух отвечает, как раз этот воинский дух. Сварог, он все сварганил, это создатель, который сделал все эти миры. Вот, как бы сказать, если мы имеем в виду несколько большим масштабом, ну, допустим, в рамках солнечной системы… Да, да. Что? Велес тоже отвечает там, где земные? Нет, это только земные боги. Исключительно земные. Это боги людей. Это боги для людей, земные боги. Поэтому Велес, зимняя ипостась Велеса – это Дед Мороз. У него еще зимняя ипостась, так далее. А у Деда Мороза еще есть Снегурочка, а еще есть Снеговик. И это тоже разные модели, разные масштабы и разные зоны ответственности. Понимаешь, да? Если понимаешь, ты не задавай следующий вопрос, подумай над отвеченным. Ты еще не подумал над этим, уже пытайся другое задавать. Так вот, например, но если это Дед Мороз, то там все, там у него должна быть красная одежда, а не синяя, например. Почему? Или обязательно с ним должен быть Снеговик. Кто такой Снеговик? Потому что вот так вот эта мужская часть тела – это женская. А вот так снизу холод, сверху тепло. А снизу, видите, вот эти три части? Вот эти три части – это три кома, которые должны быть у Снеговика. Морковка, вы знаете, что такое теперь? Таз там, ну, ведро таз, да? Три этих и морковка. Вот, это вот холод, который пришел вместе с Дедом Морозом. Ну, хорошо бы знать еще теперь что. Кто жена у Деда Мороза? Кто папа и мама у Снегурочки? В сказках все написано? Нет, 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 нет. Ну, понятно, там, русская школа ясновцы-то знают. А не в курсе? А простой же вопрос. Хотелось бы, дети могут, а завтра ребенок спрашивают. Что, что, Дедушка Снегурочка, а кто бабушка? Да, блин, ну, сирота, ну. А что, погибла, машина избила или что? Ну, коронавирус унес, что? Вот, понимаешь, да? Поэтому, куда, как дальше? Опять, вселенная, ты еще не знаешь про Землю, не знаешь про Славянский пантеон, не знаешь про значение аксессуаров или предметов, связанных с этим. Не знаешь, нет, давайте про Марс. Да, блин, блин. Понимаешь, да? Я вот прошу. Так и с этого надо начинать. Себя, вот рядом, вокруг. Как руки назывались и почему? Как голова? Как язык? Какое значение имеют слова? Кто такие бабушка и дедушка? Где они жили? Что такое хорошо или плохо? Какие у тебя цели и ценности? Вот главные вопросы. А не то, что плоская Земля или не плоская, там, и зеленые человечки. А? Нет, нет. Всегда будет информация дискретной. А? В ваших книгах все эти есть? Нет, ну все невозможно это все, друзья мои, невозможно. На инструкции, господи. Да. На инструкции, господи. Снимите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok